МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немного старания и много терпения в Кандалакше прошел фестиваль прикладного творчества «Талант творит чудеса». Распахни объятия солнцу, проводить зиму на центральную площадь вышли сотни горожан. Память о лучшем друге, хорошем педагоге, почетном гражданине и просто неравнодушном человеке. Честь Николая Синченко на здании 10-й школы установит мемориальную доску. Старая Русса, Грозный, Петрозаводск, Феодосия, Гачи. На этим городам указом президента буквально накануне присвоено звание «Город воинской славы». Новость хорошая, радостная, вот только у Кандалакшана она вызывает смешанные чувства. Уже несколько лет мы надеемся увидеть в почетном списке и название нашего города. Стоит лишь ждать. Подробности далее. Город воинской славы – почетное звание, установленное федеральным законом 9 мая 2006 года. Согласно положению об отборе, звание присваивается российским городам, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Наш орденоносный город, который в годы военного лихолетия был пунктом стратегического значения о бои на Кандалакшском направлении, решающими и переломными, одним из первых числился в претендентах на высокое почетное звание. С 2007 года началась кропотливая работа по сбору, во-первых, информации, потому что надо было показать действительно, что город заслуживает это звание, причем подтвердить архивными документами, подлинниками причем. Вот что, в общем-то, было сделано. Наши поисковики, наш совет ветеранов выезжали в архивы в Подольск, в Мурманские, в Кировские, в общем, всех архивах, где можно, так сказать, собрать информацию о том периоде, через архивы погранслужбы, то есть все документально было зафиксировано. На подготовку документов, исторических справок и заявок потрачено немало времени. Еще дольше документы шли в оргкомитет по присуждению звания. Свою роль в затягивании процесса, считает Анатолий Халоша, сыграли тогдашние власти региона. Кандалакша вошла в число претендентов на награду только в 2011 году, но не попала в пятерку городов, получивших почетное звание. После прием заявок, говорит Анатолий Халоша, был приостановлен. Сейчас появилась возможность повторить попытку. Сейчас вот вновь, коль пошла тенденция такая, что присвоены города, ну, еще в связи, скорее всего, это с юбилейной датой, мы, естественно, руководство Кандалакского района и города Кандалакши, считаем, что необходимо вновь подготовить документы на присвоение. Практически они у нас готовы. То есть обновить эти документы, направить на субъект федерации, то есть это в правительство Мурманской области. Я думаю, нынешний губернатор Ковтурма Ирина Васильевна поддержит наше ходатайство предложения. И при поддержке областных органов власти удастся нам, по крайней мере, более теперь уже активно и, так скажем, сполченно, что ли, совместно бороться за то, чтобы Кандалакши действительно было присвоено это почетное воинское звание. Вопрос не забыт, но, как говорится, дорога ложка к обеду. Обвинять теперь кого-то в нерасторопности, наверное, бессмысленно. Просто обидно за горожан и, в первую очередь, за ветеранов. Ведь для них указ президента о присвоении Кандалакши, звание «Город воинской славы», стал бы самым лучшим подарком к 70-летию победы. Автолюбители выступили против подорожания ОСАГО. С сегодняшнего дня на сайте Федерации автовладельцев России начался сбор подписей по вопросу увеличения тарифов. Напомним, с 12 апреля на территории всей нашей страны вступили в силу новые базовые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности. В отличие от предыдущих, они стали больше на 40%, при этом коридор, в рамках которого страховые компании могут устанавливать свои ставки, расширяется до 20%. Повышение связано с изменениями в закон ОБАСАГО, которые предусматривают увеличение максимальных страховых выплат. К новому базовому тарифу в 21 регионе страны применяются понижающие и повышающие коэффициенты. В 11 из них коэффициенты повысились, а в 10 снизились. В частности, региональные коэффициенты стали больше в Камчатском крае, Адыгее, Мордовии, Чувашии, Республике Мариэл, а также в Амурской, Воронежской, Курганской, Челябинской и Мурманской областях. Автовладельцы, недовольные такой постановкой вопроса, выступают против. На сайте Федерации автовладельцев России уже начался сбор подписей против подорожания ОСАГО. На данный момент свою точку зрения на ресурсе высказали более 100 тысяч человек. Далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. В Кандалакше присоединится к акции «Георгиевская ленточка» 22 апреля. В этот день на центральной площади города представители молодежного движения организуют флешмоб «Песни военных лет», а после выстроятся в длинную колонну и пронесут многометровую георгиевскую ленту, выполненную из разноцветных шаров. Трудовое лето стартует 1 июня. В этом году приводить в порядок улицы нашего города, украшать и благоустраивать скверы и аллеи будут 37 трудовых бригад. Всего же этим летом в акции «Трудовое лето» примут участие 496 подростков. Три школы Кандалакшского района примут участие в национальном исследовании качества начального образования. Речь идет о средней школе номер 20 села Лувинга и 15-й Нивской школе. Мониторинговые мероприятия будут организованы 14 апреля. Цель исследования – изучить результаты обучения выпускников начальной школы по русскому языку, математике и окружающему миру. Музей истории города продолжает свою работу выставка «Гагарин в Мурманске». Открытие экспозиции состоялось накануне и было приурочено ко дню космонавтики, который в нашей стране отмечали накануне. В витринах фойе-музея, почтовые марки и репродукции, посвященные космонавтике. На стенах редкие фото, сделанные в 60-е годы, когда после своего первого полета Юрий Гагарин снова посетил Заполярье. Снова потому, что путь к звездным далям и галактикам – первый космонавт. Страны начинал именно из Мурманской области, из поселка Корзунова. Для Юрия Гагарин служил в летном полку. Кандалакшские мастера-умельцы собрались в минувшие выходные во дворце культуры «Металлург». Там прошел ежегодный фестиваль прикладного творчества «Талант творит чудеса». Чему ребята научились сами, а чему научили других – расскажем в нашем следующем материале. Фантазии и сноровки мастерам не занимать. Ребятам было отведено ровно полтора часа на то, чтобы изготовить своими руками уникальную поделку. В этом году конкурс проходил под названием «Пасхальное яйцо». А потому многие из участников изготавливали в разных техниках этот главный символ светлого праздника. Одни расписывали деревянную заготовку яйца, другие украшали ее бисером. Третьи лепили картиной соленого теста. Дарья Степнова, например, решила сшить куклу Пасху. Считается, что она безлика, она как оберег. Она защищается от всяких несчастья, ну и приносит добро. Ее можно дома поставить, ну и можно ее на Пасху на середине стола оставить, как бы она будет как символ Пасхи. Процесс изготовления куклы оберега не займет много времени, рассказывает девчушка. Главное – включить фантазию. Украсить фигурку помогут разные фенечки из ярких лент. Задача конкурса – не только научить, но и научиться. Поэтому мы тоже попробовали вместе с Дашей смастерить украшения. Но получилось не сразу, остается только удивляться и восхищаться упорством и умением юной рукодельницы. Немало добрых минут подарила нашей съемочной группе и общение с мастерицами из Лувинге. Учащиеся 20-й школы изготавливали поделки в технике холодный фарфор. Оказывается, соорудить воздушную композицию можно в домашних условиях. Главное – иметь под рукой нужные ингредиенты. Для этого надо картофельный крахмал, берут еще и папирузный, лучше высшего сорта, потому что он белее. Клей ПВАДА – три. Мы брали с пластификатором, но он более желтый. Фарфор не такой красивый получается. Потом миндальное масло, не полную ложку столовую, но можно любое масло, кроме растительного. И глицерин – одну третью столовой ложки. Цвет мы либо масляной краской, либо берем краситель пищевой. Ну, еще пробовали гуашью. Потом можно акриловыми красками. Не знаю даже еще, чем можно. Вот я пудрю, ну, румяными вот сверху там. Чашки из чайного сервиза буквально на глазах превращаются в розовые клумбы. Со знанием дела и почти профессионально Анжелика и ее подруга ваяют хрупкие композиции. Цветок за цветком. Отличительная особенность холодного фарфора – он намного прочнее фарфора обыкновенного. Чего не скажешь о сушеных цветах. Изделия, выполненные с использованием этого подручного материала, смотрятся очень красиво, но требуют особого к себе внимания и выдержки мастера. Одно неловкое движение – и рассыпется экибаном. Ой, ну сложнее, вот наподобие как ромашки, потому что они осыпаются, и это не особо удобно. Можно из одинаковых цветов абсолютно составить большую композицию. Это будет смотреться очень красиво так. Шестой по счету фестиваль «Талант творит чудеса» стал самым массовым за всю свою историю. На этот раз в нем приняли участие 47 команд. Это учащиеся школ, воспитанники подростковых клубов, студенты индустриального колледжа, семейные команды. Они смогли не только продемонстрировать свои творческие работы, но и научить всех желающих секретам своего мастерства. Главным событием минувших выходных стала Светлая Пасха – самый важный и главный христианский праздник. В этот день люди вкушают освященные куличи и крашенки. Ну а после праздничной трапезы многие кандалакшане устремились на центральную площадь. Там было организовано большое массовое гуляние под названием «На встречу солнцу». В Кандалакшане соскучились по весне, яркому солнцу и веселым праздникам. Такого количества народа на центральной площади города не наблюдалось, пожалуй, с новогодней ночи. Дело и развлечения всем нашлось. Кто на лошадях катался, кто силу молодецкую испытывал, а кто просто общался с друзьями и знакомыми. Наступлению солнечных дней радовался. Задор и веселье царило не только на сцене, но и в импровизированном зрительном зале. Шутки, прибаутки, песни громкие и задушевные, да танцы зажигательные. Не все смогли удержаться и вместе с артистами в пляс спустились. Эмоции, как говорится, били через край. Что еще? Дождей поменьше, чтоб в лесах растаять снег. Все исполню и, конечно, вам оставлю оберег. Солнце вы так долго ждали. Мой подарок очень прост. Солнышко пускай коснется ваших добрых лиц. Волос! Эмоции очень положительные. Ребенок доволен, мы довольны. Все очень понравилось. Мы побывали везде, поиграли в лотерею, выиграли сувениры. Ребенок везде поучаствовал от Центра гармонии. Очень было интересно и весело. Погода выдалась в этот день по-настоящему весеннее. Яркое солнышко, теплый ветерок. Словно еще одно подтверждение тому, что весна пришла и уже прочно обосновалась в наших северных краях. А вместе с ней пришло добро, тепло и вера в хорошее. На этом наша программа подошла к завершению. Дали рекламу и прогноз погоды. Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего настроения. Всего доброго и до встречи.